У меня миллион различных гаджетов и в целом продукции от Xiaomi, у меня несколько пар кроссовок, у меня несколько увлажнителей, у меня несколько Mi Smart Band было, несколько смартфонов. В общем, когда я себе покупал планшет, у меня не было особо выбора в сторону какого бренда смотреть. Xiaomi Pad 5 привлек внимание еще на презентации, потому что ну как, как за такие деньги можно предложить настолько много всякого? В общем, об этом сегодня и поговорим, с вами Алиш, поехали! Главная проблема Mi Pad 5, то что это не Mi Pad, это Xiaomi Pad. Компания избавилась от приставки Mi в названиях устройств, но по старой памяти я все еще называю его Mi Pad 5. Ладно, это все шутки, но я заметил, что в интернете, да и у коллег абсолютно такая же ситуация, они называют Xiaomi Pad Mi Padом. Внешне планшет очень приятный и выглядит дорого-богато. Алюминиевый корпус создает ощущение надежности, но крышка у него пластиковая. Беспокоит ли меня это? Абсолютно нет. На самом деле круто, что не стали использовать стекло, потому что с такой площадью поверхности оно бы вообще легко разбивалось при падении. Ну и круто, что не металл, потому что металл сделал бы этот планшет еще тяжелее, а оно вам надо? Нет. В целом в дизайне ничего удивительного, кроме модуля камеры. Там есть фейковый глазок, на котором написаны характеристики, собственно, этой самой камеры. На самом деле это сделано для того, чтобы придерживаться общего дизайна в своих устройствах этого года, как в том же Xiaomi 11 и его версиях. Камера, к слову, немного выпирает, и я сразу заказал чехол для этого планшета. Кстати, советую брать оригинальные чехлы, потому что, во-первых, они стоят не так дорого, во-вторых, офигенное качество, плотное прилегание и так далее. Ну, в общем, сами понимаете. Далее, здесь нет сканера отпечатков, здесь нет 3D-сканера лица, приходится разблокировать по классике с помощью KDA, либо использовать обычное сканирование лица. Да, там безопасность прям минимальная, но, тем не менее, с помощью сканера лица можно очень быстро разблокировать планшет. Далее, дисплей. Здесь установлена крутая 11-дюймовая IPS-матрица на 120 Гц с разрешением 1600 на 2560 точек. Соотношение сторон 16 на 10. Есть три режима настройки дисплея, яркий, насыщенный и стандартный. Мои коллеги тестировали дисплей с помощью специальных тестеров, и цвета здесь довольно точные. Xiaomi заявляет в режиме стандартный 100% sRGB, а в режиме яркий 100% DCI-P3. Если эти буквы вам ничего не говорят, то коротко скажу, что цвета очень и очень хорошие. Также дисплей поддерживает HDR10 и Dolby Vision. Но я как-то не особо люблю вот эти все технологии при просмотре фильмов. Очень редко этим пользуюсь, поэтому просто скажу, что дисплей здесь реально топовый. Он очень приятный, сочные цвета. Все, что нужно, все есть. И особо мне нравится то, что здесь не AMOLED-дисплей, а IPS-матрица. Потому что, честно говоря, я немножечко устал именно от AMOLED-дисплеев. Потому что AMOLED-а мне и на смартфоне хватает. Ночью, если вы захотите посмотреть кино, у вас будут болеть глаза, они будут уставать. А с IPS-матрица такого точно не будет. Это попросту невозможно. Яркость экрана отличная. На улице все видно. Вечером можно ставить минимальную яркость, чтобы глаза не палило. И с этим все окей. Ну и еще момент. Почему-то на YouTube HDR-контент не воспроизводится. Скорее всего, это мелкий косяк, который скоро поправят. 120 Гц замечаешь сразу. Картинка плавная, причем настолько, что потом тяжело пользоваться устройствами на 60 Гц. Ну и звук тут тоже подходит для фильмов. Четыре динамика со стереозвучанием Dolby Atmos. Это ли не кайф? Ну и дополнительно сертификацию подтверждает гравировка сбоку. Звук реально хорош. Ну а для кино так вообще супер. Ну и прежде чем пойдем дальше, давайте проясним, для чего же мне все-таки планшет. Во-первых, конечно же, потребление контента. Я устал пялиться в смартфон с маленьким дисплеем зрения. Я себе уже посадил. Хуже делать не хочется. Чтение, ютуб, кино. Все удобно делать на большом планшете. Ну а во-вторых, я очень часто в последнее время набираю текст. Иногда это небольшой материал на пару тысяч символов. А иногда доходит и до 15 тысяч символов. И я работаю везде, где это возможно. Но мой ноутбук держит заряд не так долго. Да и тяжело таскать этот ноутбук весом более 2 кг. И зарядку к нему, который весит тоже в районе килограмма. Тут планшет прям идеально спасает. Также я могу взять с собой свою клавиатуру для большого текста или только планшет для маленького. Ну и все. Еще можно отдельно купить чехол-клавиатуру, что еще круче и что я, собственно, скоро думаю сделать. Также я сюда загружаю свои видео и презентации, сценарии, когда хожу на переговоры. Это невероятно удобно. Ну и для проверки сценария перед съемкой это тоже один из кейсов использования. Ну и последнее. Режим ПК. Есть программа, ссылку я прикреплю в комментарии, которая превращает планшет в компьютер на Android. Ну то есть все приложения открываются в окошках, имеется классический рабочий стол и прочее, прочее. Подключаем мышку, клавиатуру и вуаля, мини-ноутбук. Либо опять же, покупаем чехол-клавиатуру и вообще не паримся. По сути у меня появился второй мини-ноутбук, на котором я могу выполнять какие-то задачи. Либо же, как вариант, еще один кейс использования, планшет можно использовать как второй монитор с помощью специальных программ и делать на нем, например, цветокоррекцию. Благо, цвета позволяют. Окей, возвращаемся к обзору. Тут нет модуля связи и GPS. Существует только одна версия планшета с 6 гигабайтами оперативки и 128 гигабайтами встроенной памяти. Плохо ли это? У меня всегда рядом смартфон и везде, где я хожу, есть Wi-Fi, да и фильмы я обычно скачиваю заранее. Ну, привычка такая. В общем, не напрягает. Ну, а по поводу памяти, у меня всегда с собой флешка на 520 гигов с Type-C, либо SSD на 2 терабайта тоже с Type-C. Мне так даже комфортнее, так как часто обмениваюсь данными между ноутом и планшетом и лично в моем случае 128 гигабайт памяти тоже не проблема. Ну и раз мы заговорили про память, немногие знают, что за скорость устройства отвечает не только процессор, но и память. Да, процессор важен, но когда память не вывозит, когда процессор не может просчитать быстро все данные из памяти, то какой смысл в этом процессоре? А память тут как раз таки хороша. Я не стал устанавливать бенчмарки для теста процессора, но память все-таки протестила. Скорости здесь отличные, что как раз таки отражается в скорости работы самого планшета. Для игр он подходит идеально, а если игра поддерживает 120 Гц, то картинка просто наслаждение. Все очень плавно и самое главное не троттлит. По поводу операционной системы. Здесь установлен Android 11 и поверх него оболочка MIUI 4P, то есть MIUI для планшетов. Она примерно такая же, как на смартфонах, но с небольшими всякими изюминками и особенностями. Тут можно сделать разделение экрана для нескольких приложений, можно открывать программы в плавающем окошке. Не все, конечно, но самые необходимые запускаются без проблем. Ну и давайте коротко про камеру. Основная камера на 13 мегапикселей, две вспышки имеются, вообще ничего необычного. Просто, как обычно, в планшетах установленная камера. Из прям особенностей, это, наверное, внешний вид и стабилизация. Ну и передняя камера, которая подходит для видеозвонков, всяких Zoom, не знаю, Skype, кто этим вообще пользуется, звонки в Telegram и так далее. В общем, по камерам все стандартно. Я просто редко пользуюсь камерами в планшетах, поэтому не знаю, кому она нужна. Ну, разве что можно фотать, например, документы. По поводу заряда. Планшет невероятно живучий, я просто не понимаю, как это происходит, потому что при просмотре 4К видео, например, планшет спокойно проживает, ну, часов 10-12 в зависимости от яркости, которая у вас установлена. Причем включен Wi-Fi, через который мы, собственно, и смотрим видео. Я даже не стал отключать 120 Гц, потому что даже со включенными 120 Гц он очень долго живет. В комплекте идет зарядка на 22,5 Вт, но поддерживается быстрая зарядка на 33 Вт. Комплектный зарядник полностью зарядит планшет за два с лишним часа. В интернете при упоминании компании Xiaomi всегда звучит фраза «Топ за свои деньги», и при поиске планшета для себя я руководствовался именно этим тезисом. И давайте проясним. Топ за свои деньги не значит, что это прям лучший планшет. Все-таки это понятие индивидуальное. Топ за свои деньги значит, что лучше за эти деньги вы просто не найдете. Да, можно заплатить в два раза больше и получить что-то покруче, но это уже другое. Это мультимедийный комбайн, который выручит вас в любой ситуации. С ним можно поиграть, поработать, посмотреть фильмы, дать ребенку, чтобы он там что-нибудь обучающее посмотрел. По итогу могу сказать, что я нашел личного помощника, друга, если можно так сказать. Всем спасибо за внимание, с вами был Алиш. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok